Египтяне в нас – это эгоистические силы. Израильтяне – это альтруистические силы, или желающие быть альтруистическими, но находящиеся под властью египтян – эгоистических сил. Фараон олицетворяет собой весь эгоизм, в котором мы находимся. Творец – это высшая сила, которая управляет и фараоном, и Мушеев, и всеми остальными, но находится как бы вне. Его задача – привести все творение к подобию себе, то есть к альтруизму. Но для этого необходимо осознание эгоизма как зла и выход из него. Муше – это та сила, которая, в принципе, часть Творца, находящаяся внутри человека, которая тянет нас вперед к раскрытию и постижению высших духовных свойств. И вот между ними всеми происходят сцены, когда человек ощущает в себе, какие у него желания эгоистические, какие альтруистические, какие требуют связи с Творцом, какие льнут к фараону. И он таким образом в себе выбирает, отсортировывает эти желания туда, эти сюда и так далее. И в итоге понимает, в итоге своей этой работы по выбору, что же в нем говорит. Он видит, что он полностью находится под властью фараона. И это после огромной-огромной работы над собой. Он видит, что куда бы он ни повернулся, везде все-таки прячется в нем фараон. Но одновременно при этом выпячивается в нем, выделяется в нем точка особая, называемая Муше, которая не согласна и противостоит фараону. И она не согласна с фараоном. И она вступает с фараоном в борьбу. Вот эти 10 ударов казни египетских, которые должны пройти по фараону, по эгоизму, и таким образом может человек начинать понимать, что он может избавиться от этого эгоизма. Но каким образом? Ну, возможно. А вот как, пока еще непонятно. И с таким ощущением он входит в темную ночь. То есть, что не видно, каким образом, с одной стороны. Но с другой стороны, я... Надежды есть. Да. Я страстно желаю, но понимаю, что ничего как-то не может быть такого. И вот эта ночь и называется ночью выхода из Египта. Ее мы и празднуем. Субтитры создавал DimaTorzok